Здравствуйте! Год прошел с встречи в Париже, где Зеленский в качестве президента встретился с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Подписали соглашение, решили, что все, на Украине президент мира, который хочет принести процветание в Донбасс под флагом Украины и готов идти на компромиссы. Как спустя год можно оценить ту самую готовность тогда еще звезды украинской сцены, а сейчас уже такого жестокого политика Зеленского? Да ну как оценить? Как всегда злую шутку сыграл 95 квартала над людьми. Продолжает войну, продолжает Россию называть агрессором, хотя Россия здесь не при делах, я считаю. Ну продолжает сеять смерть, каждый день люди гибнут. Ну человек обманул своих избирателей. Президентом я его как таково никогда не признавал как украинец и как бывший народный депутат. Мне не за что его призывать. Ну и давайте будем говорить, в 2014 году произошел государственный переворот. Поэтому в данный момент я не могу считать, не мог считать лирективным Порошенко и не могу считать лирективным непосредственно Зеленского. Ну стойте, я вот с вами поспорю. У нас в 2017 году произошел государственный переворот. И получается тогда все последующие лидеры Советского Союза нелегитимны? Нет, немножко неправильно вы понимаете. Если брать, когда произошел, назовем так, путь в 90-х годах, это совсем другое. Вы перешли в трансформацию новой страны. Украина тоже получила независимость. Но только у вас начали думать о легимитизации власти внутри. А у нас легимитизировали снаружи власть. Американцы, захватчики. Фактически они революцию принесли эту гидности или гнидности. Алексей Валерьевич, я так понимаю, если бы Янукович остался в Донецке и Луганске и возглавил бы сопротивление неонацистам, как вы думаете, по-другому развернулась бы история? Если бы Янукович на сегодняшний день исполнял свои конституционные права и стал на защиту Конституции, и стал лидером в Донецке и в Крыму, уже давным-давно мы бы вернули бы целую страну, вот как бы я назвал, если бы этого Он хотел. А Он трус, предатель, и позволил дальше разрушить страну. Вот и все. Возможно, Он говорил бы, знаете, что вот это война, люди погибли бы, а так вот я ушел, на мне крови нет. Вот такая позиция. Я не согласен с этой позиции, так как на его руках и на Захарченко, и непосредственно на Януковича уже кровь есть. Так как они ушли, а кровь льется. И надо говорить честно. Я, допустим, считаю, лучше бы 30 идиотов или 100 идиотов посадили в тюрьму, и 10 бы идиотов похоронили бы, заживо, которые устроили эту всю войну, то этого бы в Украине не было бы. И сохранили бы целостность государства. И Донец бы себя нормально чувствовал, люди бы не гибли. Поэтому это просто-напросто христопродавцы, которые и родину продали, и мать продали. И за свои заокеанские денежки, можно сказать, страну целую в кровь утопили и в хаос. Вот и после них и поприходили такие же самые изверги и идиоты, которые продают и дальше нашу землю родную. Вот Янукович, наверное, сейчас смотрит на вас и думает, вот что я натворил. Может быть, он передумает и... Если он смотрит меня, то я ему верил до последнего. Без руки, без ноги. Верил. А он меня предал. И сейчас я нахожусь у своих братьев на той же родине, моей же, так как я родился в Советском Союзе. И спасибо большое россиянам, что меня не поперли отсюда, а оставили. Потому что я считаю, и моя вина тоже есть, что я не настоял на том, что Янукович должен сегодня быть лидером, а не крысой подвальной. Спасибо вам за ваше мнение. Так себе, лидер. У меня к вам вопрос о внутриполитической ситуации на Украине. Предыдущие украинские власти запретили коммунистическую партию. Непонятно по каким основаниям, но тем не менее запретили. Нынешний президент Зеленский, слуга народа, почему-то борется с партией Анатолия Шария. Вот почему так сильно не нравятся Зеленскому такие политические оппоненты? Давайте будем говорить. Зеленский борется и с ОПЗЖ, и с Анатолием Шарьем. Ну, потому что правду говорят. А правда ему сегодня не нужна, ведь он начал заигрывать с нацистами. Он думает, что он удержится. Думаю, не удержится. Если так дальше он будет себя вести. Он может спровоцировать войну. Он может сегодня спровоцировать раскол самого государства. И все к этому идет. Но, будем говорить, расколет он полностью государство. Он же не может управлять государством. У меня тогда к вам следующий вопрос. Почему все украинские политики, в том числе когда-то Янукович, очень сильно боятся федерализации? И для них это, не знаю, словно расчленение. Вот в Петербурге расчленяют, вот тоже так же воспринимают слово федерализация. Ну, дело в том, что, наверное, они до конца не понимают, что такое федерализация. Вот и все. Заходить вглубь этого всего. Ну, наверное, они, видно, мало читали книг. Они не понимают, что оно такое. Ведь многие страны живут спокойно себе в федеративном статусе. И ничего, и живут, и прекрасно чувствуют, и есть совместный бюджет и так далее. Они до конца этого не понимают. Здесь ничего страшного нет. Сегодня надо думать, как спасти народ. Понимаете? Многонациональный. Как сегодня уйти и вернуть, будем говорить, человеческий облик. Ну, если сегодня касательно брать Донбасс и Украину. Но сегодня Украина потеряла и этот шанс. Я думаю, уже Донбасс не вернется, и Украина уже не будет третьего шанса. Вы думаете, хочет Украина реально вернуть Донбасс? Зеленский, Порошенко, прочие шушера хотят вернуть Донбасс? Вы в это верите? По-моему, они боятся, не дай бог, вернуться. Нет, я... Понимаете? Если бы это я был руководителем, я бы вернул бы в Донбасс. На то же самое состояние федеративного статуса. Я бы сегодня искал примирения. Я бы сегодня искал бы все возможности, чтобы найти общий язык с россиянами. Восстановить все необходимые наши корневые, назовем так, корневища. Так вас бы тут же свергли неонацисты из национального корпуса. К вам бы пришли люди в масках с автоматами анонимные такие? Ну, вы знаете, есть много правильных действий и с грамотным подходом. Я думаю, в течение трех месяцев я забыл, что такое националисты. Они все бы у меня сидели в тюрьмах. И имея, будем говорить, нормальных, порядочных соседей, которые бы тоже помогли, так как это наша история, бытность, наша единая победа. Я думаю, и россияне в этом поучаствовали бы, зачистить бы это все кодло, как я называю, которое сегодня травит нас и убивает. Вот и все. Последний вопрос, еще у Артемии будет вопрос. Вы упомянули войну, которую Зеленский может развязать. С кем эта война будет? Что это такое? Ну, давайте так. Сегодня Украина раскручивает, что прямой конфликт оказывается с Россией. Это раз. Сегодня раскручивается то, что сегодня идут провокации, типа, мол, ДНР нас обстреливает, и ДНР, и так далее. Нагнетается истерия, покупка оружия, даже пусть 82-х годов, и так далее, запаснослованные деньги. Ну и проходят учения. Надо на сегодняшний день смотреть. Ну то есть война с Россией? Война с Россией предполагается, да? Вы это имеете в виду? Ну какая война с Россией? Они пойдут на Донбасс, провокацию какую-то сделать. А рисовать миф будут, что они воюют с Россией. Куда им тягаться с Россией? Один раз получат, и на этом все закончат. У меня такой вопрос. Судя по данным социологов, Зеленский, рейтинг его падает просто, наверное, со скоростью падения последней ракеты Илона Маска. Скажите, кого вы видите возможным будущим президентом Украины? Кто на политическом горизонте Украины из адекватных людей действительно может победить? Понимаете, давайте будем честно говорить. Может быть, победить, я в это не верю. На сегодняшний день альтернативы в Украине нет никакой. Она родится только свне. Потому что Украина находится под внешним управлением. И кого бы они в Украине не проводили или на Украине, никто там не выиграет, не пропустит. То есть, будем говорить так, контрольный пакет находится полностью в Соединенных Штатах Америки и за, будем говорить, европейскими странами определенными, которые являются сателлитами. То есть, Хантер Байден, условно, да? Сын Джо Байдена, видимо, Хантер Байден. Поэтому, как правило, для того, чтобы свергнуть вот эту проклятую власть, нужно только делать очередную революцию. Но с поддержкой другой страны. Тогда я скажу так. А так невозможно. Я понял. Тогда я переформулирую вопрос. Кто из действующих политиков действительно может стать народным, национальным лидером? Со всеми, да, противостояниями. Но, тем не менее, лидеры, которых ценят, уважают. И которого, условно, Россия может поддержать как человека, который, возможно, когда-либо сможет. Я не любитель в загадке играть и давать оценки, кого и как, там, чего. Я на сегодняшний день реально смотрю, что если сегодня и есть, допустим, Медведчук, либо, допустим, Азар. Да, вот, допустим, взять те, которые сегодня реально могли бы объединить страну. Но внутри, обратно же, не дадут. Поэтому мы приходим в свыне на сегодняшний момент. Либо здравые силы должны объединиться. Это Азаров и Медведчук. И уже поднимать народ с колен. Призывать конституционным действиям. Только тогда может победа прийти. А так в Украине ничего поменять нельзя. Да, мы подняли. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше мнение, за ваши комментарии. Всего вам хорошего и удачи. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.